Иногда, но так получается. Прародитель становится обузой для дитя. Прародитель автомобиля – это телега, а затем велосипед. И то, и другое на автострадах выглядит несерьезно. Рассекать на велике в российских городах тоже несерьезно. Точно так же, как и пытаться на современном автомобиле выехать на природу. Вседорожные автомобили, кстати, лучше всего получались именно в СССР. Сейчас абсолютно реально оторвать дорогущий бампер и на полноприводном ксевдовнедорожнике. Но природа манит грибов и ягод с экологических полей охоты. Есть, конечно, мотоцикл, но не каждый имеет права категории А. Да и на скутере 150 км – это еще тот прикол. Вывод – домик в деревне и велосипед. Вывод второй – домик в деревне не ко всем романтическим местам притянешь. А притянуть велосипед сейчас к автомобилю вполне реально. Какое самое здоровое и правильное средство передвижения? Правильный велосипед? Потому что бензин не ест, добавляет вам только здоровья. Качает мышцы, зажигает лишний жир. Можно ли этим средством пользоваться в городе Магнитогорске? К сожалению, ни один металлургический город мира не может похвастаться абсолютной чистотой. Поэтому дышать пылью и не всегда чистыми выхлопами автомобилей – это так же вредно, как и заниматься бегом в городской черте. Поэтому только в закрытых помещениях. Но хочется же покататься. Тем более, что велосипеды сейчас в большом количестве и разнообразии имеются. В свое время проблема была решена в Советском Союзе такими велосипедами, как выгодно. Камо, например. Велосипед был тяжеленький. Мощная стальная рама, конструкция такая. Небольшие колеса, естественно. В багажник, чтобы можно было запихать. Точнее, он даже в багажник заходил. Что сейчас такое велосипеды? Это, естественно, амортизаторы. Естественно, это дисковые тормоза. И много функциональности. Как такое чудо вести в машине? Ну, в джипе можно. Только придется сложить задний ряд сидений. Но можно приехать в Автоград и купить себе специальные багажники, которые и предназначены для транспортировки ваших велосипедов. Голь на выдумки хитрая, и инженеры – это люди, умеющие думать. Что касается Автограда, то здесь люди, умеющие чувствовать потребность магнитогорских автолюбителей. Честно думал, что есть только Туле, и только к джипам и к универсалам сзади можно приспособить велосипед. Оказывается, велосипед можно приспособить и к кабриолетам, и к спорткупе, если поставить фаркоп. Ну а хэтчбек, седан и полукровка – это не проблема. Кстати, если опасаетесь, что останетесь без двери или багажника, то современный велосипед – это не монстр «Урал» из стали. Сегодня вес двух туриков – это 10 килограмм. Естественно, наше желание приобрести хорошую иномарку никаким образом не совпадает с нашим желанием на этой иномарке залезть, ну, к примеру, за грибами. Потому что на низкой, да и на длинной не полезешь, бампера оторвешь. Но в Башкирии хочется, приехал, вроде с асфальта видишь, гора красивая, точно там ягоды есть, но еще 5 километров топт. А велосипед куда ранее можно было прикрутить? Практически никуда, сейчас что можно? Сейчас новейшие разработки различных компаний позволяют прикрепить специальные крепления для велосипеда на различные места. То есть можно на заднюю крышку багажника прикрепить, на крышу, на фаркоп. То есть куда угодно все это позволяет, для удобства, для вашего, как угодно. Вариантов много. Сколько стоит вот такое чудо, допустим? Мы посмотрели на хеджбек, оказывается на любой хеджбек можно даже не дырявя ничего, не ставя ни рейлинги, ничего, можно просто аккуратно прикрутить что-то. Совершенно верно, установить можно без различных доработок, все легко устанавливается, одному человеку это под силу сделать. По стоимости различные производители, различные стоимости, средняя стоимость это 3-5 тысяч рублей на 2-3 велосипеда. То есть на всю семью, да? И не надо ограничивать себя в объеме внутри салона? Да, конечно. То есть полностью пространство салона вы сохраняете для своих каких-то других вещей. Велосипеды у вас за пределами автомобиля, не мешая другим водителям, не загораживая вам обзор. Очень удобно. Ну и давайте предупредим все-таки, что после установки такого крепления и велосипеда, что надо соблюдать водителю, чтобы его машина была в целом снести и велосипед вдруг не отлетел куда-нибудь? Водителю, конечно, нужно учитывать различные габариты своего автомобиля и, конечно, соблюдать скорость движения. Узнаю, что за бортом находятся другие вещи, которые все-таки, если они плохо закреплены, могут как-то потеряться. Ну а так вот 90 км в час можно спокойно путешествовать? Нам же больше ездить-то и нельзя. Конечно, 90, даже до 120 можно смело передвигаться. Продолжение следует...